Уже завтра, 19 августа, в Красноярске состоится открытие многозального кинотеатра нового формата. О том, чем сегодня можно удивить кинозрителей, расскажет наша гость, директор Департамента маркетинга, рекламы и пиара национальной сетки сети кинотеатров Надежда Баимбетова. Доброе утро. Доброе утро, Оксана Сергеевна. Доброе утро. Рад вас приветствовать. Спасибо. Прекрасно выглядите. Расскажите подробнее про формат iMax и что предстоит испытать зрителям в таком кинозале. Ну, как минимум, предстоит испытать чудо. Чудо, наверное, зрелище. Потому что iMax – это такая технология, которая максимально погружает вас в совершенно альтернативную реальность. Причем, такая, наверное, важная составляющая – iMax – это не просто зрелище, да? Это еще звук и определенная конфигурация кресел. То есть, по сути, вы попадаете в зал iMax. Вы не просто смотрите картинку. Вы действительно переживаете вместе с героем. Причем, ну, периодически вас, наверное, будут даже поражать некоторая четкость изображения. Но, наверное, именно это и добивается любой кинематографист, когда снимает свое кино. Оно должно быть максимально реалистичным. Ощущение такой виртуальной реальности, да? Ну, я бы сказала, скорее, настоящей реальности. Потому что виртуальная реальность – это все-таки виртуальная реальность. А здесь задача любого кинематографиста – это как раз прийти к реальности, которая бы максимально напоминала жизнь, максимально передавала краски. А в чем особенность рассадки, расстановки кресел? Она имеет форму амфитеатра. Таким образом, вне зависимости от того, где вы сидите, и вне зависимости, там, у кого-то развито боковое зрение, у кого-то оно менее развито, да? Но возможность периферийно видеть всю картинку целиком, она не искажается. Причем вы можете быть как в очках, так и без очков. Потому что формат iMax, он, прежде всего, формат, который хорош не только в 3D, да? Да, но и в 2D, что крайне примечательно, потому что далеко не все любят очки. Ну да. А вот вы наверняка наблюдаете реакцию тех людей, кто был в iMax первый раз. Расскажите, пожалуйста, какая это в основном реакция? А вы что-то, вау, такой большой экран. Все замечают экран. Правда, мало кто замечает, каким образом расположены кресла, и практически никто не замечает, потому что это кажется уже, как само собой разумеющийся, звук. Звук в кино – это одна из самых важнейших составляющих. Мы очень много не уделяем внимания. Мы уделяем, как правило, внимание картинке. То есть, кажется, картинка – это, собственно говоря, самое главное, да, что мы видим. И вот какие-то дополнительные вещи, то есть мы плохой звук слышим только тогда, когда он действительно плох. А вот хороший звук, он просто представляет нам удовольствие. Вот iMax – это еще хороший звук. Долго мы ждали этого формата. Скажите, насколько он уже вообще популярен во всем мире? Это один, наверное, и самый популярный. На сегодняшний момент два таких ведущих формата, которые популярны. Это iMax и 4DX. Вот 4DX – это формат чуть-чуть другого плана, потому что он еще добавляет таких определенных физических, динамических вариаций для погружения как раз в это… Не виртуально, да, как мы договорились уже, абсолютно четкую реальность. Вот здесь как раз за счет такого динамического движения кресел, плюс воздух, плюс запах, плюс определенные такие атрибутики, связанные с… Ну, вы можете почувствовать капельки дождя на своем лице. А у меня вот такой вопрос. В таком формате можно будет посмотреть любое кино из кинопроката? По большому счету, наверное, все ведущие блокбастеры, которые можно будет увидеть на театрах «Синего парка», они сделаны в этих форматах. Собственно, фильм, с которым мы стартуем, благодаря которому мы открываем, в том числе торжественное открытие, у нас состоится, это как раз с премьерой «Фантастической четверки». Вот ближайший фильм, который, прям, приоткрываю секрет, который красноярцы увидят на неделю раньше, чем вся остальная сторона, честно вам клянусь, мы специально это сделали для вас, это будет фильм «Эверест в Аймаксе». Причем это будет совершенно зрелищная история, потому что, ну, представляете, да, панорамные съемки «Эвереста» и сопереживать героям, которые проходят все-все-все испытания, на наших коренах будет очень замечательно. Скажите, сколько горожан сможет вместить кинотеатр и сколько залов начнет функционировать для зыбра? Они сейчас уже функционируют все залы, это 10 залов. У нас предусмотрено два зала как раз таких специальных, эксклюзивных форматов АМХС 4DX, плюс есть залы так называемой повышенной комфортности. Но здесь вопрос даже не то, что они действительно удобны, как минимум, да, они действительно очень кулуарны, потому что там зал релакс, он буквально рассчитан на 50 человек. Это такие кресла, которые разрабатывал для нас специально итальянский дизайнер, и они называются Cinema Park. То есть они вошли в каталог итальянских дизайнеров как Cinema Park. Вот, и плюс есть специальный зал, который ориентирован на молодежь. Это зал Джоли, у него такой очень яркий молодежный формат самого зала оформления. Плюс есть мягкие пуфики, на которых можно дыхать. И главное, что необходимому молодежи, это диванчики, где можно уединиться своей любимой половинкой. И детей наверняка туда можно принести. Конечно, конечно. Детишки этот формат абсолютно обожают, потому что зал очень яркий, такой красочный, и мне смотреть любое кино приятно. А, да, возвращаясь, собственно говоря, к вопросу, это минимум 2000 зрителей, как-то пропускная способность нашей кинотеатра. Но мы, конечно, всегда ждем как можно больше зрителей. Мы будем рады всем. Скажутся ли новые технологии на цене билетов? Вот здесь очень важно отметить, что мы всегда, прежде чем зайти на рынок, мы его внимательно изучаем. Потому что гибкая ценовая политика – это, наверное, основа бизнеса. Мы не можем задирать цену, но мы не можем быть низко конкурентными, безусловно. Потому что если вы хотите предоставить определенное качество потребителю, вы должны соблюдать определенную матрицу. Вот здесь должно быть абсолютно идеальное соотношение цены и качества. При этом форматы IMAX и 4DX – это форматы, которые доступны, наверное, любому человеку. Собственно говоря, это будет дешевле, чем если вы пообедаете где-нибудь в ресторане или где-нибудь в кафе. Абсолютно такое уже удовольствие. Хотелось бы спросить у вас дополнительные услуги, какие будут оказываться все эти кинотеатры. Помимо кинопроката? Да, кафе. Кафе, безусловно. Безусловно, любой сопутствующий товар, который так или иначе ассоциируется с кино – это попкорн. Вот попкорн у нас, я сразу могу вам подсказать, выбирайте обязательно карамельный попкорн, не менее вкусный у нас и соленый попкорн. Я думаю, что вы получите удовольствие, не только от кинопроката. Тогда пожелаем вам прекрасного открытия и хорошего, доброго зрителя. Спасибо вам большое. Теперь мы знаем, куда отправляться за впечатлениями. Напоминаю, что в нашей студии директор департамента маркетинга, рекламы и пиара национальной сети кинотеатров «Синема Парк» Надежда Бомбетова. Удачи вам и яркого открытия. Спасибо.